виталий приветствую тебя традиционная встреча как и всегда обсуждаем рынке фундаментальные возможности ну мы с тобой больше делаем упор на фундаментальный фон хотя очень часто когда есть интересные паттерны и ты тоже делаешь на них отсылку рынки по-прежнему друзья интересные даже если на повестке экономического календаря нету чего-то прям стоящего за что можно цепиться мы понимаем что фон нас заставляет быть бдительными потому что банковский кризис который ранее начался с обвала ряда американских банков он легко может выйти на совершенно новый уровень если например придет новость о еще одних серьезных проблемах с ликвидностью какого-нибудь системообразующего и значимого банка возможно сейчас заранее предугадать невозможно какой банк окажется следующим ну может быть и даже и не стоит заниматься этим гаданием просто нужно держать руку на пульсе понимать что вот так просто эти проблемы которые начались они решены не будут и скорее всего сначала будет прям совсем плохо прежде чем ситуация улучшится по моему на одном из своих последних выступлений в том числе и наших совместных эфирах я делал отсылку на джеффри гунглыха короля облигаций нью-йорка который в принципе ранее недвусмысленно давал понять что этим летом стоит готовиться к началу или может быть даже начало уже было заложено к серьезным экономическим трудностям и может быть даже финансовым кризис почему бы нет по всем историческим реалиям наверное уже давно назрела время как бы условия для него потому что каждые 10-12 лет такого рода события должны происходить рынки должны перезагружаться и нужно конечно же сталкиваться с последствием того что делалось ранее сейчас последствием являются бешеные экономические стимулы многих центральных банков после ковида потом резкий разворот политики на 180 градусов когда она стала стремительно жесткой повышение процентных ставок вот пожалуйста серьезные движения на рынке облигаций и опять же рынок облигаций который может быть стал причиной ну я считаю что именно так стал причиной потери оплатеж способности потом банкротства силикон вели бэнк и сильниче бы давай тогда начнем с моих рекомендаций того что мне кажется интересным сейчас эта неделя ну практически нет интересных отчетов разве что в четверг данные по ввп по моему в сша но все-таки тоже это статистика которая не претендует на катализатор там на статус катализатора мощных движений индекс доллара давай демонстрации крана перейдем так индекс доллара котируется сейчас на отметке 102 28 после того как фрс повысил ставку на 25 байсных пунктов неделю назад и после того как мы имели возможность проанализировать все что было им сказано больше сигналов конечно же и светлится того что американский регулятор может не то чтобы еще существенно замедлить темпы повышения процентной ставки а даже взять паузы или вовсе начать уже завершать текущий цикл ужесточения монетарной политики я думаю что максимум будет еще одно повышение процентной ставки хотя многие мои коллеги считают что повышение ставки уже более не будет даже в текущих условиях все-таки для федрезерва может оказаться так что поддержание стабильности финансовой системы будет гораздо более приоритетной задачи чем борьба с инфляцией который так продолжает снижаться если американский регулятор все же будет сфокусирован на решение проблем именно в банковском секторе я думаю что мы смело сможем говорить о каких-то латентных программах количественного смягчения за буквально перед нашим эфиром порядке интереса открыл сайт федрезерва посмотрел на баланс вот актуальные цифры 8 8 триллионов 733 миллиардов то есть еще чуть-чуть и мы вернемся к показателю баланса федрезерва который был во время пандемии то есть все что фрес сделал последние месяцы пытаясь сократить его и в принципе работа была неплохая проделаны на минимуме буквально до начала марта минимальный показатель по балансу был 8 и 3 триллиона то есть удалось изъять с рынка 700 миллиардов долларов сейчас как мы видим 600 миллиардов уже обратно возвращены через вот эти программы помощи которые могут быть не совсем очевидными но нужно понимать друзья что фрс сейчас печатает деньги эти деньги либо идут непосредственно тем банкам которые явно в них нуждаются и фрс знает что это за банк поэтому им помогать либо фрс готовится к тому что все может накрыться медным тазом и он должен иметь вот эту наличку чтобы лечить проблемы и стимулировать экономику через бизнес финансовый сектор и через какие-то новые программы субсидирования для населения а это все ну совершенно не залог того что прям кризис не минуем но мне кажется что больше сигналов сейчас указывающих на то что ситуация может ухудшиться поэтому по индексу доллара я пока что сторонник того что без жесткой монетарной политики без осознания того что банковский сектор сша миновал тяжелые времена не вижу причин для роста думаю что снижение продолжится и уже всерьез полагаю что будет скоро 100 пунктов ровно на какие активы еще хочу обратить внимание европейского мне очень нравится в плане роста сегодня кстати будет выступление в 13 15 по gmt выступление глагард на прошлой неделе тоже она очень часто выступала каждый раз говорил о том что и цб будет активно повышать подсветную ставку и финансовую систему еврозоны стабильно с этим можно конечно поспорить что финансовая система еврозоны стабильно но сейчас в меньшей степени хочется придираться к европейским банкам когда такие проблемы у американских и ладно бог с если стабильно и цб считает то хорошо значит больше вероятности того что политика и цб будет такой же жестко как и раньше и цб две недели назад повысилась ставку на 50 байс на пункт а вся каша уже заварилась с этим а фрс не смог позволить себе поднять ставку на 50 байс на пункт и моем представлении у евро сейчас явное такое конкурентное преимущество мы видим что сейчас интерес к евро есть текущей терапии 1 0 8 20 я думаю что уже можно покупать с целями первая цель отметка 1 0 9 и среднесрочная цель это 110 так по золоту 1953 доллара за трость консул я сторонник того что золото еще может протестировать 2000 только в этот раз уже успешно и это может произойти как только на рынок придет новости он скажем еще одном банкроте американской банковской системе я не уверен что прям произойдет в ближайшее время но мне кажется что это случится поэтому кому хочется поспекулировать золотом я бы предлагал оставить отложку байстоп с уровня 1970 стоп лосс 1960 и ждать уже движение выше 2000 долларов за войску так и британская валюта по аналогии с евро текущей котировки 1 23 23 рост продолжается вот-вот мы обновим январьские февральские максимумы здесь такая же идея то есть банк англии осмелел повышать ставку и намерен дальше делать но ему придется это дело потому что инфляция в англии просто катастрофическая 10 4 процента если мне не изменяет память и конечно же других инструментов борьбы с ней нету и на фоне слабости доллара ожидание того что банк англии в мае поднимет ставку возможно даже на 50 байс на пунктов я думаю что здесь тоже можно зацепиться на такую психологическую отметку юбилейную 1 25 это что ситуация с евро что и в ситуации с фунтом примерно 150 200 пунктов роста так виталий ну на этом все на вот этих идеях и оставлять давай слово тебе хорошо всех приветствую ну что я добавлю то что я ранее говорил на рынке уже несколько раз рассказывал деньги побеждают скажем зло да то есть напечатали напечатали денег снова ну как напечатали влили в рынок то есть получается там по сумме где-то 100 с копейками миллиардов дал минфин и цб дал фрс где-то примерно 400 380 то есть сумме где-то полтриллиона денег они за последние две недели влили в рынок да если вы заметите прошлый год 2022 как начинался там начали сокращать программу выкупа активов да сокращать деньги на рынке что случилось с рынком если посмотреть на индекс s&p 500 давайте сделаю демонстрацию экрана чтобы было видно так вот смотрим индекс s&p 500 вот у нас когда пандемия в принципе разгар ее закончился это 20 21 года начали сокращать денежки с рынка и фондовый рынок пошел вниз возвращаясь к исследованию если не ошибаюсь джипи морган что на рынке правит станок печатный да есть деньги на рынке рынки растут изымают деньги с рынка рынки падают тоже это можем заметить за последние так скажем две недели практически как началось это все фондовый рынок сша s&p 500 вырос да вот у нас в принципе проблемы начались где-то две недели назад вот с банкротством первого банка потом там второй банк потом швейцария потом на прошлых выходных на прошлой неделе дойче банк проблемы застучали да и но рыночки подросли в моменте было снижение такое хорошее в принципе там и по немецкому индексу и по другим индексам поэтому пока вот я согласен ты сделал ссылку на этого экономиста я его не знаю джеффри гунвах да что это придет все проблемы где-то летом я с ним согласен плюс минус у нас есть где-то передышка на рынках где-то квартал 2 да то есть это примерно весна лето возможно это все летом начнется как он высказался или там уже когда придет активность осенью да когда все возвращаются с отпуска с летнего отпуска и так далее итак давайте вернемся к рынкам что я вижу дальше на прошлой неделе по индексу s&p 500 я давал рекомендации на покупку смотревались где-то в районе 4000 плюс минус там 3 с копейками да плюс я говорил если индекс будет немножко снижаться в зону 3 950 тут я отметил вот этот уровень зеркальный уровень поддержки можно там было докупаться я сказал в принципе мы показываем неплохой рост кто работает там локально то в принципе мог заработать на прошлой неделе кто работает среднесрочно то пока мы небольшом плюсе дальше какие мои дальнейшие рекомендации кто ранее покупал удерживать покупки кто ранее не покупал допустим там шортил индекс s&p и хочет перевернуться то в принципе можно рассматривать дальнейшие покупки с текущих чуть если чуть припадем тоже докупаться с так скажем локальной отменной сценарии если мы будем обновлять ну там как минимум пятницу прошлой неделе это где-то в области 39 30 условно на вижу я рост на ближайший там квартал достаточно сильный по s&p 500 мы можем сделать максимума добить максимума это в районе 3 точнее 4 200 4 300 вот эти максимума да вопрос будет ли это с текущих или мы еще будем обновлять какие-то локальные минимумы в районе 3 800 вопрос остается открытым поэтому если вы используете эти идеи обязательно ставить стоп-лоссы потому что на рынке все возможно мы можем уйти пониже и не факт что мы отсюда потом будем расти там нужно заждать нового какого-то сигнала и вдруг рынок будет проваливаться и не сработает та идея который который я говорю поэтому всегда ставить защитные стопы как я уже сказал причина влили денег немножко рынке успокоились да возможно будет моменте где-то штормить какие-то новые банки появляться какие-то проблемы но пока это все под контролем так скажем на время это что касается смп 500 что касается евро доллара аналогично на прошлой неделе мы с тобой единогласно были за покупочки ты ставил там более локальные цели 0 8 я ставил 1 10 мы добили 1 0 9 там с копейками 1 10 не сделали пришел на рынок дойче банк привет да сказал рыночки хорошо скорректировались я вчера вернулся снова к покупкам мы с ребятами рассматривали покупочки такие рискованные моменте где-то в районе 1 0 0 7 0 7 на текущий момент я с тобой согласен что мы будем делать 1 0 9 1 10 и выше обязательно ставить аналогично стоп защитные приказы да где-то за прошлой неделе минимумы пятничные потому что не исключаю вариант что мы можем уйти на более глубокую коррекцию вплоть до уровня 1 0 5 1 0 3 плюс минус но это пока как альтернатива да пока я вижу лонг по данному инструменту но на рынке все возможно да так как я были прецеденты к нашему проекту кухта капитал обращались некоторые трейдеры которые торгуют так скажем без стоп лоссов как оказалось они показывали некоторые сделки и спрашивали что делать примерно я назову некоторые сделки там шорт евро доллара у них где-то здесь на минимум без стоп лосса на и сидят просадки уже там месяц на депозиты большие без стоп лосса большие объемы или там пример допустим золото есть трейдеры которые скидывали там сделки пример один клиент с депозитом где-то примерно 10 тысяч долларов плюс плюс он шортанул золото где-то вот здесь на минимумах аналогично как и по евро да и сидит сейчас просадки спрашивать что делать да то есть ну я на такие вопросы стараюсь отвечать так фиксировать убыток да а там уже дальше по-новому работать на рынке почему потому что когда идет привязка к кому-то активу тем более против тренда скорректируется ли он это будет коррекция или разворот дальнейший по золоту или по евро это очень сложно сказать это возможно пробовать но это может быть там через две-три неудачи сработать какая-то идея хорошая поэтому так по поводу с нп сказал за лонг евро за лонг по золоту в принципе я тоже за лонг но пока воно то здесь такое волатильное да то есть так вниз вверх вниз где-то плюс минус ближайшее время тоже буду присматриваться что оно нарисует но пока я тоже как бы за лонг теме на сценарии если мы будем ломать вот эти минимумы которые у нас были на прошлой неделе это получается не видно где-то в районе 1930 если мы эту зону уже будем ломать закрепляться ниже плюс минус то тогда возможно какие-то сценарии образуется за шорт почему потому что вот этот всплеск защитного актива возможно он прошел и все возможно мы можем скорректироваться поэтому я здесь пока осторожно золотом пока не работаю я практически последний там спекулятивно последние там несколько недель я с ним не работал почему-то по фунт доллару аналогично на прошлой неделе я давал рекомендацию на покупку говорил что с этим инструментом стоит работать на покупочку назвал цели 1 2450 такие среднесрочные мы до них не добили но пока положительно идем в рост секущих я бы уже не открывал никаких позиций да будет какая-то коррекция посмотрим что это за коррекция аналогично как и по евро не исключаю еще один возврат в зону примерно 1 2 1 так скажем 20 1 18 плюс минус и оттуда уже буду смотреть на покупки или с какой-то локальной коррекции сейчас вот на максимумах я не любитель такого дальше что касается других инструментов в принципе все одинаково вот если взять те валюты которые там относятся к доллару да то принципе что еще возможно интересного присмотреться это кто любитель там поторговать там кто-то не любит торговать условно евро доллар или индекс доллара любит там экзотические валюты новозеландский доллар или австрийский доллар вот мне кажется здесь тоже приоритет на покупку вот возможно с текущих брать плюс-минус если будет какая-то коррекция тоже докупаться и работать на укрепление новозеландского доллара против американского доллара с целями прошлого прошлого недельного максимума это в районе где-то 0.63 условно да и возможно в район там 0.64 0.65 и выше да если здесь аналогия как и с евро долларом то мы должны в принципе обновлять 0.65 максимум прошлого месяца но пока как видим евро практически у цели мы почти обновили 1.10 а вот новозеландский доллар и австрийский он пока пасет задних да как то вот так виталий спасибо тебе за твои рекомендации по риску мы с тобой синхрон смотрим вверх действительно условия отличные еще раз повторюсь что сегодня евро потенциально может быть динамичнее чем другие рисковые активы только потому что сегодня выступление лагард если услышим снова повторение жесткой территорики то евро может фигуру легко дать верх так но и в целом по доллару тоже пока что уже была отмечена пока нисходящая тенденция то есть тотальное ослабление доллара и спрос на риску актива следим за развитием событий от нас ничего не зависит мы будем только адаптироваться к условиям которые на рынке сложится через неделю снова обсудим все спасибо тебе виталий что нашел время проанализировал со мной рынке те тоже хорошей недели закрытия и хороших выходных пока пока удачи